Продолжение следует... Выдернуть шнур, выдавить стекло – все это теперь на земле. А первые 15 секунд после взрыва не происходило ничего. Сложно представить, что творилось в это время в автобусе, где оставались живые люди. Я думал, сначала меня просто кто-то ударил. Я как бы помню, что я открываю глаза, все белое, люди, кто-то лежит, кто-то стоит. Меня почему-то как-то откинуло на метр, как-то, я не знаю, я очнусь, ну, открыв глаза в другом месте. Вот здесь, возможно, сидела смертница. Кресло сильнее всего повреждено картечью из самодельной бомбы строительными дюбелями. По предварительным данным, самоподрыв совершила уроженка Дагестана, 30-летняя Наида Осиялова. По информации, которая имеется в настоящий момент в распоряжении следователей, эта женщина зашла в автобус на одной из остановок и почти сразу после этого прогремел взрыв. Сначала террористка стояла в проходе, у нее была перебинтованная рука, потом две студентки уступили ей место, они погибли. Всего жертв шестеро, возраст от 17 до 30. Длительное время не было терактов. Суровая российская действительность. Давно, по версии Жириновского, это три года. В 2010-м в московском метро прогремели два взрыва, тоже смертницы, 41 погибших. Экс-глава Главного управления разведки генерал СБУ Александр Скипальский рассуждает, кому был нужен теракт в Волгограде. Выгодно тем силам, которые продолжают боротьбу на Пивничном Кавказе, которые декларуют, что они борются за свою незалежность, за свою. Там есть потужные силы. 30-летняя Наида Осиялова, по версии следствия, действовала не одна. Кто-то изготовил бомбу, кто-то привел ее в действие. Возможно, без ведома самой смертницы. Политолог Андрей Акара считает, этот теракт, к сожалению, оказался выгоден многим. И кавказским группировкам, и тем, кто недавно громил овощебазу в Москве. Но это, скорее всего, совпадение. Кому-то выгодно перед Олимпиадой накалить обстановку в России, для того, чтобы Олимпиаду сорвать. Российским властям этот теракт больше во вред, ведь через три месяца Олимпиада в Сочи. Некоторые политические силы используют ислам, а точнее его радикальные течения, кстати сказать, исторические, не характерные для российских мусульман. В целях ослабления нашего государства. Для создания на российской территории зон управляемых извне конфликтов. Понесения раскола между различными этническими группами. Еще версия. Теракт планировали предотвратить. Ведь конечным пунктом смертницы сначала была Москва. Я Соколова Ольга Геннадьевна, с города Долгопрудного Московской области. Разыскиваю сына Соколова Дмитрия Сергеевича, 92-го года рождения, который пропал в городе Москве год назад, 2 июля. Год назад эта женщина искала своего сына Дмитрия Соколова. Теперь он в федеральном розыске. Не как без вести пропавшая, а как подозреваемый в терроризме. Он радикальный исламист и был гражданским мужем смертницы. Но Александр Скипальский не исключает, что Дмитрий Соколов завербованный спецслужбами двойной агент. Уявить себе, что этот Соколов, ее цивильный человек, это человек, который выполнил поручения спецслужбам. И она могла все это настолько проконтролировать, и знать, что ехали там и готовы были, выбор будет там. А тут взорвалось. И вот сам Соколов уже завдания не выполнил. Если бы бомба не взорвалась в Москве, это было бы хорошим сигналом. Мол, смотрите, у нас все под контролем. Сразу после взрыва автобуса симметричный ответ. Кто-то поджег мечеть там же, в Волгограде. Я связываю это со вчерашним трагическим происшествием, с автобусом. Потому что это никакие рамки, конечно, не лезет. Это бессмысленный, вообще, бессмысленный и чудовищный, по своей сути, акт такой. Волгоградский теракт А теракты севернее Ставропольского края – повод для закручивания гаек. Прошел теракт, всю семью в лагерь на 25 лет. Все. Другого пути нет. Чтобы он смертник знал, тебе наплевать на твою жизнь, а нам наплевать на твою семью. На одном из этих мест, рядом с Шахидкой, должен был сидеть тот самый двухлетний мальчик, самый младший пассажир автобуса. Но папа почему-то решил, что они будут ехать стоя. Они остались живы. Уступили место той, которая хотела их убить. Борис Ивнов, Павел Холодов. События недели.